Глядя на современных детей, что сутками проводят за компьютерами, многие восклицают, мол, в наше время мы гоняли в футбол, играли в лапту и постоянно общались со сверстниками. Сегодня эту традицию возрождают дворовые инструкторы. Они же отвлекают ребят от плохих компаний и дурных привычек. Нужно завлечь их именно в какой-то спорт, в какую-то секцию, чем я, в общем-то, и занимаюсь. Вот у нас секции по волейболу проходят, секции по футболу, да. Дети приходят, они уже не тусуются на улице, не сидят на лавочках. Они сидят в спортзале, они смотрят, как у нас хорошо играющие ребята играют в волейбол. Им это нравится, они потом хотят научиться. Андрей Шитиков приобрел друзей именно благодаря дворовому инструктору, у мальчика ДЦП. Родители пытались записать ребенка в различные секции, но с особенными детьми многие отказываются работать. А здесь мальчик постоянно улыбается, двигается и играет наравне со всеми. Каждой встречи он ждет с нетерпением и постоянно приезжает к своим друзьям с кирзавода в центр. Ну, он учит нас разными играми, например, футбол, там еще что-то. Мы учимся играть в команды вместе, и мы никогда не даемся. Дворовому инструктору очень интереснее, он как бы, ну, весело с ним. Мы когда одним можем поспорить, поругаться, а он как бы может решить ситуацию и сказать, что делать. Один раз был случай, когда у меня мальчик начал, ну, перестал ходить, я подумала, что в чем может быть причина. Пришла в школу к нему, нашла его, поговорила с ним и выяснилось, что, ну, причина такая, да, мы с ним поговорили, да, он лично так, я не буду об этом говорить. Ну, после этого, в принципе, я ему объяснила, рассказала, может, где-то помогла, потолкнула, и проблема была исчерпана. Дворовые инструкторы работают не только с детьми, но и со взрослыми. Пенсионеры, как при советах, могут поиграть в городки, кто покрепче потягать гири. И может, благодаря именно дворовым инструкторам улица перестанет быть синонимом криминала, а компьютеры уйдут на второй план. Баир Цедыпов, Виктор Горновской, Новости дня.